И мое мнение, что 1-4 финала, на которой мы остановились, это плата за второе место на Востоке. Я считаю, что у нас была всяческая возможность, причем неоднократная, занимать первое место на Востоке, проводить первый раунд в Хабаровске и затем играть с командой Спартак. Мы бы играли в хоккей, у нас не возникло бы особых тактических сложностей, и мы, скажем так, были бы самими собой. Привет! Опубликован список сборной на традиционные майские матчи. Там столько хоккеистов, что, кажется, попали вообще все, кто в отпуске. Вызваны даже травмированные непонятно зачем. Нападающий Джордан Уилл продлил контракт с Динамо на два сезона, но в стабильности победил Локомотив. Никто не удивлен, что Локомотив предложил Артуру Каюмову трехлетнее соглашение. Немного удивило, что хоккеист его подписал, так как его ждали в Чикаго, надеясь, что этим летом он попробует себя в НХЛ. Но мы уважаем выбор Ховарда и все немного завидуют Ярославскому клубу, который быстро договорился с хоккеистом. Сообщают, что за три сезона Артур получит 120 миллионов. Не так и много, если рассматривать другие контракты топ-игроков. Дело в том, что Каюмов один из самых сильных хоккеистов в нашей лиге. Просто его работа на льду не так бросается в глаза, как у чистых бомбардиров. Но при этом Артур – стержень Ярославского клуба. Хоккеист, чьи действия как в обороне, так и в атаке примерно разноценны. Цифры Артура могут не впечатлять только тех, кто кроме статистики ни на что не смотрит. Да, в этом году у него всего 35 очков в регулярном чемпионате при 16 изображенных шайбах. Но, между прочим, он установил свой личный рекорд. Однако в случае с Форвардом все цифры обманчивы. Не забывайте, что он играет в Локомотиве. И с 35 баллами Артур второй по результативности в команде, всего на 1 балл выступая лидеру. Во-вторых, помимо голов и передач, Каюмов один из сильнейших разрушителей. Причем он сколан соперника не у своих ворот, а гораздо раньше в средней зоне. В-третьих, Артур – лидер по игровому времени среди форвардов. И это тоже не просто так. И мы видим, что он верен своей команде, не ищет каких-то вариантов и довольно сговорчив на переговорах. Ценное и редкое качество. А Северсталь продлила контракт с защитником Марком Барберио. В клубе также пообещали никуда не отпускать лидеров. Филадельфия работает над долгосрочным контрактом с Иваном Федотовым, чтобы он не вышел на рынок свободных агентов. В России тоже дефицит голкиперов. Амур решил вопрос по фронтарю Игорю Бабкову. И голкипер проведет в Хабаровске еще один сезон. Причем, несмотря на богатство Хабаровского клуба, Бабкову выписали довольно скромные 35 миллионов. А Амур имеет возможность поискать других голкиперов. Если бы Бабков вышел на рынок, то без труда бы нашел работу. Даже несмотря на то, что в последние годы он явно не на пике формы. Однако сейчас в КХЛ острый дефицит мастеров. А такие уникальные ребята, как Илья Набоков, не появляются в каждой системе. И потому тот же Белялов не ошибается, когда против 65 миллионов. Понимает, что конкурентов у него практически нет. А во многих командах решено не экономить на вратарях. Что касается Бабкова, то он умеет играть сильно. В этом сезоне хоккеист провел 44 матча. Получив тяжелую травму в начале чемпионата, он потом сумел прийти в себя и завершил сезон с довольно приличным коэффициентом надежности – 93. Проблема Бабкова в стабильности. Даже в хорошем матче он способен пропустить нелепую шайбу, но при этом достойно отработать весь матч. И все равно тренеры не знают, куда Бабков готов выручать, даже в самых непростых ситуациях, а когда будут пускать бабочки. Но в Амуре решили, что даже если не получится привести сильного иностранца, то Игоря хватит на сезон. Особенно при системе клуба, которая подразумевает большую помощь своему вратарю. В полуфинале ВХЛ АКМ обыгрывает в первом матче Югру, а Рубин сравнивает счет в серии с Нефтяником. Там очень бодро. И последнее. Состоялся первый матч и в Кубке Гагарина. Металлург обыграл автомобилист со счетом 2-1. Ну что тут сказать. Спасибо, что без овертаймов. До свидания. Может быть это не то, что наш косяк, что мы в большинстве не забиваем, а больше все-таки заслуга обороны и вратаря-автомобилистов. Ну, тем не менее, выиграли. Это самое главное.